По школе сейчас и не скажешь, что она одна из старейших в Усть-Ардынском округе. В следующем году ей 50 лет. Капитальный ремонт, первый в истории учебного учреждения, начался осенью прошлого года. Отремонтировали стены, потолок и крышу, положили новые полы, заменили электропроводку, восстановили и модернизировали системы канализации и водоснабжения. У нас в каждом теперь учебном классе есть умывальники. То есть, не как раньше, один умывальник на всю школу. Ну, туалеты есть и сделали. Провели интернет. Теперь у нас вся школа будет полностью единой. Сеть объединена, камеры наружного наблюдения, окна новые. Сейчас завершается отделка помещения и благоустройство прилегающей территории. В ближайшее время планируется установить вокруг здания новое ограждение. 1 сентября в обновленную школу пойдут 1090 учеников, среди них 100 первоклассников. Финансирование работы осуществлялось за счет средств областного бюджета и составило около 60 миллионов рублей. В Костердынском округе это далеко не единственная школа, где сейчас идет или уже почти закончен капитальный ремонт. Барсовскую школу ремонтируем, в Абхульте школу ремонтируем, Аларский район, Харазарагайскую школу капитально ремонтируем, приступаем к капитальному ремонту Альзоновской школы, Абусинскую школу ремонтируем. В первый день учебного года двери откроют и школа в поселке Булуса и Хирид-Булагатского района, заново отстроенная после пожара. Готовность учебных заведений у Стердынского округа сегодня проверил министр образования Иркутской области Виктор Басюк. Приемка школ уже начата. С 1 августа 847 муниципальных школ будет предъявлено в этом году к сдаче. Уже принято 59 за три дня работы комиссии. До 15 числа все школы будут комиссиями просмотрены. Я думаю, что обязательно будут школы, которые будут приниматься и после 15 числа, ввиду как раз окончания ремонтных работ. Но у нас есть предположение, что все-таки все школы будут сданы к началу нового учебного года. Как отметил Виктор Басюк, из 847 образовательных учреждений при Ангаре в этом году были капитально отремонтированы 139. В целом же на подготовку школ области к 1 сентября, в частности, на капитальные и текущие ремонты из бюджетов разных уровней было выделено более миллиарда рублей. Анна Пологрудова, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.